что музыка ведущая ты сейчас подожди это у вас воспитательный полигон кукурузы правильно да это полигон кукурузы где мы испытываем гибриды различных компаний в этом году у нас представлено 8 компаний 127 разных гибридов гибридов посеянных в шести повторениях ну стандартный посев 75000 и получается еще густотные испытания там меньше гибридов около 12 гибридов у нас на густоты посеяны от 50 до 90 тысяч ну чтобы посмотреть как какие-то гибриды которые непосредственно нас заинтересовали как они себя показывают при различной густоте ну чтобы посеять 55 тысяч 50 тысяч и посеять там 75 80 90 тысяч ну как бы даже элементарно по цене семян это уже будет огромная разница поэтому можно в принципе экономику посева изучать улучшать поэтому производим такие эксперименты изучаем гибриды самых прогрессивных и передовых компаний которые работают на украинском рынке давай более конкретно поговорим когда вы дата посева когда посеяли 11 мая был произведен посев у нас есть специальная селка которая сеет эти участки и специальный комбайн который потом убирает эти участки у нас тут имеется селка холдраб и комбайн холдраб c85 селка эта селка сделана специально для высева мелкоделяночных опытов у нее есть определенный порядок ее действия эта селка дает возможность посеять разные разные сорта гибриды разные культуры подряд определенными квадратами на площади как происходит вообще у нас весь процесс сначала мы в феврале собираем сорта гибриды семена и начинаем их фасовать у нас имеется две такие селки 1 на кассетной системе 1 без кассетной системы работает на мишу пакетиках которые ты туда засыпаешь зимой мы фасуем кассеты и определенные испытательские полигоны которые у нас будут то и у нас есть план и мы соответствии с ним фасуем после того как мы все раз фасовали мы приезжаем на поле берем селку загружаем или кассеты или наши пакетики и у нас есть компьютер который на сейчас находится в комбайне в котором сразу же есть план посева которому следует эта селка он формируется на время во время того как мы фасуем наши кассеты мы высеваем идет процесс поэтапного поэтапной подачи семян до высевающего аппарата эта селка после того как вы высели делянку забирает лишнее зерно к себе и таким образом сорта не смешивается эта селка имеет семь рядков то есть четыре кукурузных 7 для сои после того как мы это высеяли у нас есть план факт что мы посеяли мы переносим этот компьютер из селки в комбайн и когда мы производим уборку автоматически этот комбайн собирает участок который попадает в предварительный бункер и после того как он попал в предварительный бункер он проходит два этапа взвешивания и проверка влажности после чего вы можете его или подать в мешок для того что если вам нужны семена или сделать дополнительный анализ или подается в общий бункер одновременно с этим в компьютер записывается все данные по урожайности и влажности в автоматическом режиме и у нас имеется определенные данные что мы убрали комбайн убирает только два средних ряда чтобы ну исключить краевой эффект потому что между участками расстояния больше своеобразный краевой эффект получается то есть растение имеет больше питания больше цвета части и поэтому убираться только два средних ряда которые находятся на стандартном для нас между ряде 70 сантиметров комбайн у нас при уборке измеряют влажность зерна и производит взвешивание убранного образца с двух рядов и потом это все заносится в excel таблицу и как бы с таким образом храним информацию уже ну сколько 7 лет 7 год на мы уже занимаемся этой историей также еще на протяжении периода вегетации растения мы там используем рабочую силу назовем это так виде студентов студенток которые ходят и описывают нам гибриды на ранних стадиях развития кто быстрее развивается кто медленнее то есть это также нам потом помогает также нам потом помогает провести анализ гибрида на холодоустойчивость допустим была холодная весна и вот эти 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 гибриды допустим не сильно хорошо себя чувствуют при холодных погодных условиях вот эти гибриды как бы ну для холодного старта в принципе без разницы температура собираем различную информацию потом ее анализируем плюс у нас есть метеостанции то есть данная локация где в этом году посеяна линейка находится между двух наших объектов где есть метеостанции дэвис то есть у нас ну полностью вся метеосводка есть по данному региону количество осадков температуры влажность ветер ну то есть мы это все потом собирается в кучу можно всякие зимние долгие вечера проводить в изучении полезной информации сделать какие-то выводы выбирать гибриды конкретно под наш регион у вас есть специальный чек который это все анализирует ну да здесь конечно все мы все его прекрасно знаем то есть вы все информации накопительная информация да для есть анализ я так понимаю что для членов кооператива united farmers есть актуальная информация по семенам кукурузы данное поле как бы считается хорошим полем тут как бы ph варьируется от семи от шести с половиной до семи с половиной средний где-то в районе 7 и 2 и органика здесь от трех с половиной до 4 и 3 работает по простому что мы берем да вот у нас есть двухрядная жатка геренгов ротодиск который мои стар извиняюсь которая забирает кочаны идет на обмолот после того как она обмолотилась мы выставляем решета есть верхняя и нижняя все как настоящем комбайне зазор под барабане ветер все есть дальше она падает внизу на конус который с помощью воздуха поднимает его наверх на циклон на циклоне собирается все зерно с одного участка после того как он собрал один участок комбайн обязательно останавливается деляночка до кожи 11 метров кожную деляночку он останавливается и мы нажимаем к красную кнопку как на истребители я потом покажу как выглядит что происходит зерно пропадает воздух зерно падает вниз и попадает в предварительную камеру то что было в предварительной камере опускается еще ниже попадает вот сюда это у нас весы они откалиброваны они мы провели тест на вибрации поэтому нужно и останавливаться чтобы получать самые точные данные по весам и вот тут можно предварительно увидеть какое зерно убрали после того как тут было произведено взвешивание при следующем нажатии клавиши зерно отсюда попадает вот сюда это у нас влагомер тут стоят заслонки с двух сторон и потоки измеряется влажность зерна отсюда зерно можно направить по двум направлениям если мы занимаемся уборкой в мешок для более детальных тестов открывается вот эта штука меняется заслонка и тут доставляется еще такая платформочка ты ставишь мешочек и собираешь мешок или он попадает вниз и поднимается наверх бункер вот как он по простому работает все очень хорошо видно кому интересно посмотреть как работает комбайн в целом сзади все видно хорошо у нас есть специальный компьютер который переустанавливается силки он же занимается там есть специальная программа для проведения испытаний ты туда загружаешь изначально делянку которую ты хочешь посеять и этот же компьютер устанавливается сюда куда и записываются все данные в автоматическом режиме после этого ты берешь они имеют формат csv можешь обрабатывать или но и там три формата флд дат и csv ты их или используешь excel как простую или специальные программы там но есть quick trials из много разных есть у винтерштайгера есть ну разных компаний свои то есть можно в любую из этих программ загнать провести там тест на статистическую достоверность на правильность рандомизации на минимум максимум там много множество разных тестов после этого мы обрабатываем мы обрабатываем пока что без специальной программы но периодически я какие-то участки проверяют там через своих знакомых которые работают в разных компаниях смотрю чтобы они мне показали достоверные результаты нет ну в целом пока что у нас устраивает качество также на этот комбайн можно установить нирс но пока что мы до этого не доросли нир инфра ред сенсорс то есть можно сразу в потоке будет мерить там масличность условно белок да но пока что мы до этого не дошли мы просто берем как бы в мешок собираем мешочек и потом тестируем на элеваторе ну по разному в чем проблема да там вот если посмотреть на первый проход там большие потери почему потому что там мы настраивались а дальше будет зависеть от гибрида в чем проблема уборки такой линейки в том что так такого полигона в том что очень много гибридов и разная влажность на данный момент у нас установлены минимально щадящие показатели то есть достаточно большой зазор под барабане чтобы меньше вылеталок при заходе когда не заполнена под барабане обороты ротора 600 потому что влажность разная то есть где-то может быть можно было бы и 350 400 а где-то к сожалению приходится постараться нарежь это пожалуйста могу показать открытым максимально вот вот на максимум насколько возможно они открыты по качеству так как у нас под барабане не поджато кочерыжки нет ну и вот видно хорошо что мусора реально нету то есть стараемся не бить зерно понятно битая немножко есть но не критические показатели ветер где-то 600 700 мы ставим по результатам я сейчас попросил андрея он постарается взять сразу же результаты всего что мы убрали пока мы вот с вами общаемся у меня уже есть данные которые мы убрали вот почти полное первое повторение влажность 75 15 сейчас скажем влажность урожайность 16 28 влажность 24 килограмма 24 килограмма из делянки это 15 240 15 килограмма килограмм а сколько это приблизительно за это вот в тонн это уже так такой это 11 2 метра участок я уже посчитал это мы уже сделали коэффициент так 75 15 у нас 15 и 2 тонны показал при влажности самое почему я это 75 15 это самый популярный в польше гибрид самый самый популярный в польше гибрид который там продается дороже всего и самый дефицит мне у нас его нету пока на рынке и в следующем году не будет я думаю через год будет я просто хочу на него но последнейшим у нас делаем очень ранний гибрид то есть теоретическим фау 150 160 но полностью зубовидный как бы очень хорошо сохнет и как бы мои друзья там во львове на волыне они говорят что сеять потому что совсем все мокрая да мне было просто интересно может быть кому-то еще интересным как какой-то гибрид у меня он скорее всего есть уже поэтому может быть у дико алба 3402 сейчас влажность 18 9 тоже 15 тонн 37 96 такс влажность 18 1 масса чуть меньше 14 8 выше влажность 18 2 43 51 20 с половиной влажность 21 21 и сколько там всем 13 и 7 90 74 90 74 18 5 влажность урожайность 12 18 18 18 38 34 это в одном повторении да это пока что в одном повторении 19 с половиной влажность 10 и 7 39 72 29 а 39 63 18 4 влажность 23 и 2 14 7 39 69 19 влажность 12,5 похоже 25 килограмм это 15,8 а влажность какая? 19 влажность а у лыжи? 31,332 31,332 сколько там у него? 26,5 это 16,8 а влажность? 22,5 22,5 и 16,8 урожайность, но 22,5 влажность это у лимогрейна 31,332 а у пионера кто рекордсмен? 82,71 82,71 сколько получил килограмм? 25 25 15,8 а влажность? 17,5 ну неплохой результат ну неплохой результат, да? да кого какой еще гибрид интересует? 88,12 25 влажность 18 килограмм это 11,7 73,07 73,07 83,07 да, сейчас 15,85 влажность 22 килограмма 22 килограмма на 635 13,9 смотрите, тут мы сеяли поздноватых поэтому была хорошая температура бассейна 12 мая был обязательно почвенный и страховую мы без этого не работаем i never really know what's going on Субтитры создавал DimaTorzok